ребята всем привет ничего хочу сказать я хочу сказать не бриски там единым жив человек значит это к чему это к тому что мы сегодня готовим посмотрите что вот такой вот замечательный чакрол здесь примерно 2 и 7 килограмма чакрола из мраморной говядины ну в общем я думаю вы догадались что мы опять идем по барбекю классики сегодня у нас будет такой лоун слоу длительное копчение этот рецепт вообще посвящается тем кто еще не пробовал очень хочет попробовать приготовить близки значит почему потому что близки вы знаете да во первых довольно тяжело найти во вторых если покупать хорошие близки из мраморной говядины то это такой здоровенный кусок мяса килограмм там минимум на 7 на 8 ну вот и соответственно и при этом из него особо больше ничего не сделаешь стейки из него никакие потому что он очень жесткий вот фарш из него сомнительный вот и тут нам на помощь как раз приходит вот эта замечательная вещь чакрол значит ну дело какое смотрите я покупал этот чакрол сразу вот таким большим куском то есть был он был примерно килограмм на 6 вот и с половиной мы там делали стейки там фарш для бургеров из него замечательный получается кстати один из лучших вот а вот эту половину я сейчас как раз приготовлю примерно так же как я готовил брискет кстати результат получается примерно ну скажем так очень очень похожий на брискет и по текстуре и по вкусу в общем это совершенно точно если вы попробуете то вам однозначно понравится но готовить мы сегодня будем на 5770 мета многие в комментариях спрашивали покажите как готовить брискет на 5770 ну давайте вот начнем с чакрола вот вы все увидите как это готовится вот и этот рецепт сразу хочу сказать что его можно приготовить только либо на угольных грилях либо на коптильник то есть для газового гриля он к сожалению не подходит для электрического тоже само собой не подходит ну и на 5770 я буду использовать жароотсекатель вы все это увидите а если вы будете готовить это все на original kettle например или на мастер тач на обычном классическом то там придется делать змейку то есть кстати тоже совершенно хорошо получится в общем не сомневайтесь пробуйте ну хватит болтать давайте сразу по ингредиентам и начнем готовить значит как я сказал нам нужен будет чакрол здесь 27 килограмма но можно использовать и больше например там трех килограммовый три с половиной килограмм тоже совершенно спокойно вот и мы будем его соответственно для него использовать пряную смесь здесь довольно простые компоненты это крупная морская соль черный дробленый перец ребят обращаю внимание дробленый здесь это важно вот ну и вот помните да близко ты спутка для близко то мы использовали только эти два ингредиента здесь данном случае немножко отойдем от классики и добавим еще сахар коричневый гранулированный чеснок и перец чили и дополнительное оборудование значит нам нужно будет точно совершенно фольга это толстая фольга 20 микрон именно такую надо использовать значит поддон и термометр причем для термометра я буду использовать два щупа один для мяса один для решетки поскольку процесс приготовления довольно долгий то есть там часов 6-7 нам потребуется вот и чтобы постоянно к грилю не бегать я буду использовать данный щуп чтобы контролировать температуру внутри гриле по поводу копчения смотрите я взял свои любимые гикори это дровишки гикори вот мы выберем там более-менее среднего такого размера идеальный вариант я считаю как для близких то так и собственно для очаг роз вообще для говядины подходит вот так и снова спрашивают чем заменить дрова гикори значит ребят смотрите но здесь данном случае нужно что-то такое что говядина подходит я бы использовал ну например дуб примерно вот яблоня здесь не очень хорошая яблоня она дает более там дает кислинку более такую сладость лучше все-таки ее оставить курицы птицы там тогда свинины ну на самом деле многие пишут типа не можем купить дрова мы стараемся нашем магазине их держать так что вращайтесь ну все поехали начнем сразу прям сразу же гагрили кстати сразу по поводу дров ребят смотрите я выбрал специального такие вот не очень крупные чурочки потому что там есть вот такие соответственно но они сами понимаете не подойдут дело в том что кольцо все 770 она слишком низенькая то есть вот такие можно совершенно спокойно использовать на коптильные дрова но здесь вот она видите практически высотой с колечка поэтому уголь будет лежать не очень равномерно я специально еще небольшие чурки нету мяса ну а теперь про режим как я сказал у нас сегодня барбекю тема то есть мы готовим лоун слоу соответственно мы будем готовить на непрямом очень слабом жаре то есть порядка 120 градусов по цельсию вот и готовить будем соответственно с аксессуарами для копчения вот я засыпаю полностью все это колечко оставляя место немножко для дров здесь смотрите здесь очень важно сверху будет стоять стекатель важно чтобы они лежали более или менее ровным слоем еще в центре ближе к центру нужно оставить место для дров почему в центре потому что разжигать я буду прямо из центра вот я вижу что угля все-таки маловато еще немножко добавить у нас дровишки будут лежать примерно таким образом вот примерно так то есть тут еще несколько брикетов нужно добавить ну вот примерно так дрова пока убираем и разжигаем я разжигаю примерно где-то 5 5 5 брикетов достаточно здесь написать 770 ну вот этого достаточно смотрите я добиваюсь того чтобы они вот так убелили вот и оставляю прямо так полежать сейчас пока мязом будем заниматься они как раз разойдутся крышку не закрываем так ну что пока сделаем прямую смесь делается она очень просто берем шейкер и добавляем туда столовую ложку соли крупной морской чтобы фракцию вы оценили вы посмотрите какая столовую ложку черного перца пробленого половину столовой ложки сахарку примерно треть столовой ложки гранулированного чеснока и на так совсем чуть-чуть я подожгал пол чайной ложечки перца чили замешиваем и теперь просто это мясо обсыпаем со всех сторон пряной смесью равномерно применаю я для того чтобы оно не обваливалось потому что здесь очень крупная фракция соли и перца и соответственно оно легко может свалится я чувствую что у меня соли маловато получилось потому что внизу у нас осталось более мелкие составляющие поэтому сейчас соли чуть-чуть добавлю вот это вот достаточно кстати заметьте что вот это у нас будет верхняя часть говядины а то нижняя соответственно почему это важно потому что здесь было более больше мелких специй когда мясо будет стоять на гриле то соки с верхней части они будут его обтекать соответственно специи они будут вот так вот распределяться по нему поэтому то что здесь оказалось больше мелких специй ничего страшного то нет даже хорошо вот и все приготовление теперь даем мясо постоять пока мы там операции всякие манипуляции с грилем совершаем а вообще в идеале его конечно лучше выдержать в холодильнике промариновать в этих специй до 6 часов спокойно то есть там от 1 до 6 часов поскольку у меня сегодня времени нет поэтому я буду готовить сразу она у нас постоит по минут 30 и поехали ну пока гриль там разгорается лучше отсекать завернем фольгу значит я это дело для того чтобы просто его не мыть он видите так уже довольно заслуженный если оставить его без фольги то соответственно он очень сильно заливается жиром потом с ним морочится отмывать ну вот у нас уже как раз все готово возвращаем дрова на место устанавливаем отсекатель сверху ставим поддон и наливаем в него горячую воду это примерно литр-полтора да кстати хотел сказать все постоянно спрашивают зачем вода значит ребят вода это отличный способ стабилизировать жар внутри котла вот она именно для этого здесь и нужно вот но почему я заливаю горячую потому что если залить холодную то она будет нагреваться соответственно температура будет подниматься медленно вот а так у нас сейчас сразу все будет готово кстати посмотрите какое копчение замечательное надо поторопиться уже ставить грилю здесь данном случае можно не давать нагреваться можно сразу мясо положить на решетку мясо располагаем прямо над поддоном и сразу стыкаем щуп термометра самый центр а вот теперь можно закрывать крышку значит смотрите заслонки у меня верхние открыты на полную нижние я перевожу сразу в режим копчения то есть устанавливаю вот сюда вот над этой точкой ну и подключаю айгриль ну вот смотрите в первое гнездо я вставил щуп который вместе стоит во второе гнездо щуп который будет измерять температуру внутри гриля все оставлю на решетку ох красотища вот сюда вот ну вот он показывает первый щуп 7 2 щуп 26 ну и соответственно соответственно я буду совершенно спокойно из дома следить за температурой теперь готовим мясо примерно где-то часа 4 5 нам нужно чтобы целевая у него внутренняя температура была 70 градусов до этой отметки готовим после после этого мы снимем завернем фольгу и отправим обратно ну вот ну а температура в котле я уже говорил то есть это слабый жар самый лучший вариант это 120 еще раз если вы готовите на классическом мастер тач или на оригинал кету потом можно использовать для создания такого режима да можно использовать метод змейка который вы уже наверняка видели в наших видео мы несколько раз снимали змейку либо два кирпича кстати два кирпича может быть даже в данном случае будет удачнее потому что делается проще и довольно стабильно ну а ссылки на видео с этими методами я подписи к видео обязательно размещу ну все идем отдыхать заниматься своими делами и следим за температурой вот прошло полтора часа ребят смотрите у нас температура внутреннее мясо 46 значит температура в котле 123 122 но обратите внимание вот я немножко прикрыл нижнюю заслонку почти полностью вот она как стоит потому что у меня температура где-то наверно через час она поднялась до 135 и я ее перевернул значит кстати верхняя заслонка остается открытой полностью совсем ничего не трогал ничего не менял кстати по поводу заслонок если вы готовите зимой то у вас такой проблемы не будет дело в том что сейчас у нас очень тепло где-то так по ощущениям градуса 22 23 поэтому температуру набирает шустро очень важный момент через полтора часа я забыл об этом сказать через каждые полтора часа нужно проверять что там с водой дело в том что она может выкипеть если она выкипит то во первых весь жир и все соки которые достигли они начнут сгорать и дадут такой неприятный аромат жженый да вот и плюс температура в котле начнет расти поэтому раз полтора часа нужно приходить и проверять как там дела с водой заглядываем смотрите вода выкипела на две трети там причем сверху там довольно большой слой жира поэтому сейчас стоит ее добавить это делается вот так вода опять же горячая я добавил где-то миллилитров 800 все полет нормальный продолжаем да кстати будьте внимательны с айгрилем дело в том что айгриль работает по bluetooth он соединяется со смартфоном по bluetooth а для этого нужна прямая видимость не больше там 40 метров если вы там положили в карман куда-то ушли он может потерять сигнал ли вы не узнаете что у вас там в котле произошло что-то не очень хорошее именно поэтому периодически стоит его проверять поглядывать на экран как там дела ну что айгриль сказал что у нас все готово да смотрите 70 градусов надо заворачивать фольгу просто посмотрите на это фольгу как всегда крест на крест он он и и и и и и и и и да кстати важный момент заворачивать нужно так чтобы у нас дно фольги не прорвалось потому что сок от нее мы будем использовать роня спокойно это не для тебя готовят ты чтобы у нас внизу там сформировался такой поддончик куда будут собираться соки и жир и отправляем обратно на гриль то же самое положение а щуп втыкаем в мясо сквозь фольгу закрываем крышку и готовим пока внутренняя температура не достигнет 90 градусов кстати да нужно сказать что прошло три с половиной часа при с момента когда я положил чак ровно решетку до текущего 340 345 имейте ввиду что зимой может потребоваться больше времени примерно процентов на 20 на 30 и тут айгриль сообщил что температура растет и я вспомнил что я забыл долить воды да вот она уже подгорает сейчас мы это исправим вот смотрите видите о чем я говорил если во время не нальешь воду начинает гореть это дает не очень хороший аромат фольги как бы уже не важно а вот когда мясо просто на решетке лежит лучше такого не допускай но теперь все в порядке ну вот ребята айгриль сообщил 90 градусов прям вот как по учебнику вот они кстати прошло ровно шесть с половиной часов по теперь можно снимать но на этом приготовление не заканчивается смотреть пока особо не на что я сейчас поскольку у нас уже поздно если света сниму и занесу в дом чтобы она доходила если вы помните то близкий посток он достигнет целевой температуры его нужно оставить вот так вот фольги доходить вот он должен остыть до шестидесяти трех градусов вот тоже самое ровно нужно сделать из чакров поэтому я сейчас аккуратно снимаю и заношу в тепло самое главное чтобы не порвалась фольга потому что там очень много сока все поехали оставлю его здесь на столе но мясо воткну термометр он сейчас нам покажет как раз 90 а нам нужно 63 два слова про вот эту конструкцию почему я вот так поставил это уже на основе опыта дело в том что нередко все таки бывает когда фольга рвется и сок вытекает поэтому лучше вот на такую поставочку и в какую-то емкость ну тем кому интересно давайте я вам покажу что там осталось сколько угля и так далее кстати вот уже тоже по подгорать начала вода выкипела вот смотрите насколько прогорела одна загрузка то есть по виду я бы могу сказать что еще бы хватило на два часа ну точно совершенно а теперь естественно все это закрываю у нас дождь еще пошел для того чтобы уголек сохранить пожарить на нем потом что-нибудь на меня вот просят ребят еще рассказать я уже говорил в брискете что когда вы снимаете мясо с гриля и вот так втыкаете в термометр то можете обнаружить что температура места чтобы падать она начинает расти в этом ничего удивительного нет потому что тепло идет от поверхности внутрь то есть у нас щуп конец кончик щупа находится в самом центре и соответственно постепенно центр нагревается продолжает нагреваться поэтому мы наблюдаем такой эффект но скоро начнет вставать персик уже на ужин пришел да ну подожди немного чуть позже будет вот этот час настал ребята 63 и 7 но все уже можно кстати хочу сказать что прошло в общей сложности получается девять с половиной часов на случай если вы будете готовить вот можете такое время планировать откроем на вот он результат просто оцените какая корочка это там по умному называется барк она должна быть черная вот она у нас такая получилась а вот этот сок сейчас сольем уберем верхний жир его можно будет использовать как подливку ну что поскольку это младший брат брискет а то и резать его нужно точно также как можно тоньше идеал 5 миллиметров но если не получится то хотя бы по сантиметру момент истины ну я думаю вы уже все понимаете кто-то же лишних слов не нужно это практически то же самое что и брискет попробуем на разрыв никаких усилий ну вот отдельно хочу показать уровень сочности ну давайте я попробую я позволю себе вот так вот руками просто взять кусочек ел бы ел бы как хлеб это вкуснейшая вещь то есть это вот ну точно совершенно брискет только в миниатюре обязательно прям если вы любите копчение лоун слоу это должно быть обязательно в вашем арсенале ну а теперь соус сделаем ну вот смотрите да вот теперь ему нужно дать отстояться вот и обычно ну внизу у нас будет мясной сок очень вкусный а сверху у нас сплывет жир вот его можно конечно слить полностью но лучше оставить хотя бы четвертую пятую часть жира и вот потом это перемешать и буквально при подаче поливать этим соусом вот так ребята этот замечательный продукт это отличное блюдо она еще отличается своей универсальность то есть можно есть прямо сразу вот так нарезаем раздаем и едим вот а можно значит из этого делать бургеры можно делать сэндвичи еще это очень очень хорошая вещь тем что если его нарезать и оставить в холодильнике то на следующий день прекрасно разогревается сохраняет вкусовые качества свои возможно будет не такое мягкое как сейчас но вкус и вот это все аромат это все останется совершенно точно обязательно попробуйте снимаем мы вечером собака вам вообще уже все поэтому я с вами прощаюсь до следующих видео и значит копилка ваша рецепта flow on slow пополняется вот такими замечательными блюдами всем пока и ароматного барбекю все дождался дождался персик дождался да с братаном все-таки выморозили чакрил на ужин чё слушаю я говорю если в эту штуку добавить вино вот бальзамическую лукс чуть-чуть проще врага только уварить на 1 2 ты снимаешь если вы помните то брискет после того как он дойдет до целевой температуры нужно оставить ну все поехали начнем сразу прям сразу же гагрили саша давай мясо вера а то очень много можем просто вот так вот раз все убрали мясо да кстати я забыл сказать что прошло три с половиной часа 340 примерно то есть и скорее всего для приготовления дады они если есть собака вот эти крючки они абсолютно бесполезны ирония все придется идти мыть да что ж такое то ровань кстати я забыл сказать что прошло три с половиной часа но если быть откровенным 340 то есть зимой будет получаться чуть дольше не волнуйтесь это все нормально потому что с четкой ерундащик бредятин кстати нужно сказать кстати нужно сказать